Доброе утро, я Юлия Высоцкая. Добро пожаловать в Умный дом. Саша, очень рада, что вы к нам пришли в гости в наш Умный дом. Меня интересует, во-первых, принципы, какие фотографии подходят для того, чтобы быть представленными так на стенах. Можно выделить два основных подхода к оформлению фотографий интерьеров. Фотографию, которую примеряют к интерьеру, и фотография, которая несет некую самостоятельную мысль. Фотография, которая примеряется к интерьеру, это достаточно популярная история, и есть большое количество банков данных, разнообразных фотографических банков данных. Дизайнеры очень любят выбирать эти фотографии, и они очень часто хорошо подходят к интерьеру, к шторам, к мебели, к цвету стен. Но, кроме этого, нарастает интерес и активно развивается фотография, где есть личность автора, и есть идея, которую эта фотография привносит в интерьер. Вот это на меня произвело невероятное впечатление, вот этот снимок, потому что это прямо для меня какое-то чудо, абсолютное чудо. Потому что это Исландия, это одна из самых красивых стран мира, и чудо заключается в том... Как удалось? Это что, вертолет? Это много часов хождения по горам в поисках озера. То есть это вы пешком? Вы нигде не летите, крыльями не машет никто? Где-то летим, но в данном случае нет, это пешком, это большой труд. Это 15 килограмм на плечах, я принес даже, если захотите посмотреть. Вы меня заинтриговали. Ну, хотите подержать? Я вообще сильный человек, я могу даже вот так вот попробовать. Да, пожалуйста. Отпускаю. О-о-о! Слушайте... И сюда еще штатив надо добавить, килограмм. И можно не ходить ни в какой спортивный зал? Нет, не надо. Особенно если пешочком пройтись так пару километров, это очень серьезно. Это всегда. Ну, это прям... Это всегда, понимаете, это работа. Ты каждый момент борешься с собой, ты встаешь и думаешь, брать это, думаешь, ну, может, не надо. Большинство моих друзей ломалось вот здесь. Они ломались не на деньгах, не на возможностях, ломались вот в это. В какой-то момент времени они себе говорят, ну, зачем это все? Ну, зачем я буду это все носить? И брали, и в конце концов выходили на телефон. У меня прям аж все трепещет. Предлагайте, что вы видите вот в этом пространстве? У меня несколько лет назад возникла идея абсолютно, я не знаю откуда, называется дуэты, фотографические дуэты. Результат моего труда – это две фотографии, которые вместе живут по жизни. Они собираются долго, мучительно, годами. Два кадра сделаны в разных местах нашей планеты, в разное время, на которых изображены разные вещи, каким-то удивительным образом объединяются вместе одной общей идеей. И там слышится музыка, да, какая-то паратра такая? Да, абсолютно верно. Здесь я предлагаю... Вот это начало дуэта, да? Это одна часть дуэта. Эта фотография сделана в Йолустонском национальном парке в Америке, это реально чудо света. И это вода, вытекающая из одного из гейзеров. Да, вот это натуральные цвета, это наша земля, так выглядит, это почва. Это опять похоже на какую-то такую живопись, какие-то постимпрессионисты, я не знаю, это очень красиво. Вот, да, и к ней, мне кажется, уместно. Вот такая фотография. Вы не поверите, как только я зашла в эту комнату, я даже боялась произнести вслух, потому что эта фотография просто сразу меня похитила, что называется. Это рыбаки на одном из озер в Мьянме, они уникальны тем, что они умеют грести ногами. Это утерянный опыт для человечества, больше нет таких мест. Удивительно, как они стоят на этой лодке, потому что нормальный человек вроде нас с вами, на ней сидеть даже не может, она настолько неустойчива. Конечно, баланс, да, да. Абсолютно. Они уникальные балансеры. И вот ранним утром вот такую фотографию я сделал, и она у меня как бы спроецировалась вот на эту фотографию. Если вы видите, есть некое геометрическое сходство между линиями тела этих рыбаков и линиями на земле, которые вот я сфотографировал пятью годами раньше в Америке, в Вилл-Устонском национальном парке. Саша, это произведение искусства. Я даже, у меня нет слов, дыхание захватывает. Спасибо вам огромное. Не просто познавательно, а действительно очень вдохновляюще. Спасибо вам большое. Вам удачи, будем ждать новых работ.